Как это ни печально, но Новый год приносит в жизнь людей не только чудо, сказку и подарки, но и разного рода удорожания. Одним из таких станет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Разумеется, оно произойдёт не впервые, и люди, конечно, ожидают этого, но всякий раз с большим недовольством. Сами люди платят свои деньги за эти услуги управляющим компанией. А вот как управляющие компании Артёмовского городского округа заботятся о том, чтобы деньги эти использовались по назначению? Так вот, как обстоят дела в этой сфере, мы спросили у самих горожан. Обычным людям мы задали простые вопросы, чтобы выяснить, как они оценивают работу своих управляющих компаний, что они конкретно делают, какие к ним есть претензии, как регулярно платят за предоставленные услуги сами жильцы, а главное, соответствует ли величина оплаты качеству этих услуг. Ответы получились, прямо скажем, противоположные. Каждый смотрит на ту или иную проблему со своей стороны. Кто-то доволен, кто-то наоборот. Одни винят себя, а другие оставляют крайней управляющую компанию. Хожу к контору, вижу горизонт. Но вот единственная у меня претензия к этому горизонту, что у меня с трубами что-то или что. Но прежде чем начать мыть посуду, жду горячей воды, я 3-4 ведра спускаю, собираю, потом в туалет использую. Но вода-то горячая и дорогая, а холодная-то дешевле. Это совсем невыгодно. И у меня включен электротитан. Вот сейчас горячая вода. Есть зимой, а я пользуюсь так же, как летом, титаном. Потому что мне надо мыть посуду. Я включила, у меня тут же идет горячая вода. А по трубам мне нужно спустить 3-4 ведра. Ну, по крайней мере, у соседки, вот этажом выше, она тоже говорит, прежде чем начать мыть посуду, и тоже она спускает воду. Ну, не так, как я. Она говорит, я поменьше спускаю. Не знаю, в чем причина. Ну, по осени как-то год назад приходили слесаря, говорили, что что-то не так там. Какую-то трубу надо соединить, чтобы эта вода курсировала или что-то, не знаю. Я не понимаю. Нет, так вот и есть. Я с осени включила, попробовала, мне невыгодно. Я опять переключилась на электротитан. Ну, я как-то позвонила диспетчеру, она сказала, ну, конечно, если вы все в доме включаете электротитан, конечно, у вас в трубах будет холодная вода, пока она дойдет до вас. Вот единственный ответ. Все. Ну, мастера, они работают, может быть, нормально, но очень дорого. Вот чтобы поставить смеситель, заменить, просто открутить старый и поставить новый, это где-то 400 рублей, а 10 минут работы у них. Вот с расценками, я не знаю, это государственные они или это местные, я не знаю. Убираются от случая к случаю очень редко. Ну, по крайней мере, мне диспетчер ответила, по-моему. Сказала, что убираться мы не обязаны в подъездах. Вот это правильно или неправильно, не знаю. Это наша добрая воля, что у вас изредка хотя бы убираются. Дворовые территории, тротуар не убирается. Вот вдоль дома, 59-й, 57-й по Первомайскому, там по тротуару ходить нельзя, там выходишь, и сразу дорога через квартал. Это, да, тротуар весь занесен, а где не занесен, там проезжая часть, там ходить нельзя, тротуары не чистят. Вот плиточки, где от подъезда до дорожки, вот тут чистят, а тротуар не чистят абсолютно. Он весь занесен вот так с уклоном к дороге, и по ним машина курсирует. По кварталу у нас ходить нельзя по тротуару, по дороге ходим. Я плачу абсолютно первые 2-3 дня, я не задерживаю никогда. А жители остальные? Остальные есть, вот вывешивают там должников где-то 3-4 позиции бывает по дому, что они должны по много тысяч. Я, например, тоже не платила в год, не платила 211 рублей. В прошлом году по общедомовому счетчику холодной воды в июле месяце мне насчитали 9 кубов воды, ну и 9 кубов водоотведения. Я живу одна в июле месяце, тем более я в огороде, с утра до ночи только ночевать прихожу. Как я могла использовать эту воду 9 кубов на одну? Душ у меня и баня, все там абсолютно летом. Когда я пошла, мне сказали, это по домовому счетчику, мы делим на всех, и вы обязаны заплатить. Я заплатила по старым нормам, сколько положено на человека, как платили раньше без домового счетчика. И вот 211 рублей они у меня выпали, я их не платила целый год. Но в итоге я уже заплатила, думаю, я не обеднею, они не разбогатеют из-за моих денег. Вот так вот. Так что начисляют воду 9 кубов на старушку летом, когда я дома не бываю ночевать, только хожу. И они не разбираются, правда это или неправда. Мы выбираем, мы и должны с них спрашивать. Наверное, мы не спрашиваем, как идет самотеком, так и идет. А если бы построже и были пограмотнее мы, то мы бы, наверное, требовали то, что положено. Хорошо, когда человек может видеть не только недостатки в работе других и проблемы, но и пути их решения. Среди респондентов, конечно, не могло не найтись и тех, кто видит в работе своих управляющих компаний больше отрицательного. Ну, наша компания, в общем-то, я бы не сказала, что плохо, они нам крышу отремонтировали, так, в общем, поддерживают порядок. Ну, с отоплением-то вот неважненько. И с подвала дымит, и по городу везде все дымит. Говорили, на 15% повысят. А повысили уже официально, говорят, на 29%, а по весне, так, я еще не знаю. Ну, если все эти вот канавы и все колодцы нам все с жителей брать, тогда я не знаю. Переходит техничка у ворот, у дверей, конечно, маленько так разметает снег. Ну, мусор у нас возят. У нас тут еще две компании сейчас останавливаются. Ну, мусор нормально ходит. Ну, мы, в общем-то, сами жители еще свиньи большие. Ну, действительно так. Вот мы сюда вот, мы живем около стадиона, идешь вот сюда, на остановку Ленина невозможно, везде мешки расставляют. Ну, как так можно? Во дворе, там в двухэтажках есть свалка. Ну, вот неси-то туда. Если не успеваешь, попроси соседа. Я вот иду, если с пятого этажа обязательно вынесу, если мешки у нас там внизу стоят. Порядка нет. Каналы все заросли. Ну, посмотрите, по тротуарам нельзя летом пройти у нас вот из микрорайона сюда. Все каналы заросли кустами. Грязь. Люди прыгают, обходят за несколько метров по траве, чтобы пройти, не запачкаться. Ну, не знаю, я нет порядка. Мы пенсионеры, платим аккуратно. Ну, оплата все повышается, 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 повышается. За что, я не знаю. Вы считаете, что оно этого не стоит? Нет, конечно. Нет, конечно, не стоит этого, чтобы такие деньги драть. Мы по счетчику встречались, где-то вот, наверное, по весне, по отоплению. Ничего мы не могли решить. То его снять надо счетчик, то он у нас общедомовой. Мы сбрасывали деньги, покупали счетчик, то он у нас неисправный. Потом его на проверку несколько раз носили. Потом его хотели снять, что-то опять. И я вот даже сейчас, если откровенно вам сказать, не знаю, стоит у нас счетчик, нет. Но из подвала постоянно дымит. Ну, мы не знаем, если так вот откровенно, да кто у нас, что? Не знаю. Мне не отчитывалось. Да вы что? О чем вы говорите? Мы нам вот крышу сделали, мы хотели потом толпой, чтобы нам что-то. Тогда у нас был этот, Антыбка. Ничего мы не могли добиться. Толпой ходили от дома, от каждого подъезда. Дайте нам, что вот, куда, сколько. Деньги же собирали, собирали, собирали без конца и края. А я потом уже перестала платить. Ну, а потом уже вроде как начали крышу крыть, вроде, чтобы надо ведь доделать. Пошла уже, погасила этот долг. Ну, за крышу не платила вот дополнительно. Мы оплачивали эту крышу, мы дополнительно оплачивали мимо всего этого. Мимо содержания жилья, все. Вот на крышу еще собирали деньги дополнительно. Сколько что собрали, никто не перед кем не отчитался. Никто не перед кем. Молодые, может, зарабатывают хорошо, они как-то к этому спокойнее, может, относятся или внимания не обращают. В основном это сказывается все на пенсионерах, конечно. Пенсионеры, пенсии-то у нас вот. Вот сейчас какая была инфляция за год, а пенсию нам сколько повысили? Вот только от этого все зависит. Ну, пенсионеры, естественно, они стабильно платят. Я вот получила пенсию в первую очередь, бегу, все плачу. А там уж что нам останется? Надо, чтобы молодые как-то поактивнее, что ли, тоже были. Вот так вот мы пенсионеры поговорим и все. Но среди опрошенных нашлись и те, кто смотрит на те же проблемы и иначе. Хотя, по их словам, и не скажет, что в этом большая заслуга их управляющих компаний. Но и заслуги они тоже отмечают. И в целом довольны их работой. Вы знаете, какая у вас управляющая компания? Это самое порядок. Я пока не жалуюсь. У нас в подъезде новые почтовые ящики поставили. Подметают в подъездах. Моют. Ну и все вроде. Мусор постоянно ходит, даже очень часто, нормально. Где стоянка машин, значит, подчищают тоже. Так что, в общем-то, у меня особых претензий нет пока. Все пенсионеры платят регулярно. Ну, есть там должники. Есть. Хотя не очень так, может быть, но есть. Ну, тариф вот пока, в этом году, ну и в конце, пока еще, ну, нормально, относительно нормально. Вот когда еще следующее, может, увеличение будет. Но пока на общие домовые у нас не вычитают. Так что, ничего пока. Ну, вы считаете, вы платите в соответствии? Сейчас на Новый год надо бы, чтобы они собрали нас. Мне же должны отчитываться. Но пока этого не было ни разу. Вот как мы с другой компанией пришли, вот, значит, год назад, наверное, собрали нас, когда переходили, и все, больше ни разу не собирали. То есть, в принципе, надо в этом году вот эту вора перезаключать, наверное. Ну, пока ничего. Вообще-то, это самое, в лестничных клетках делали, покраску сделали, да? Ну, сейчас уже там старые вот ящики оторвали, новые поставили. Пока вот это вот не сделали. Вот в нашем доме, Памира-6, вроде таких недовольных не было. Я говорю, что мы еще тут год всего, наверное, в этой компании-то. Раньше этого, Растрой-1-то, вот это как он называется, бывшая компания. Мы оттуда ушли. Ну, ушли оттуда, у него тоже долги там были большие, он не платил ничего. Но сейчас его этот тоже не платит, по-моему, не перечисляет деньги, значит, не расщепляет затопление там, заводы и все прочее. Но тоже долги. Нашу компанию, по-моему, эта самая прокуратура документы изымала, проверяла там, потому что у нее долги. Стоит отметить, что в Артемовском городском округе управляющая компания, которой довольны жильцы, оказалась не единственной. За чужих я не могу сказать. Но лично я доволен, что уборку делают вовремя. Ремонт был давно. Вы требуете сейчас? Да. Ну, вот я сколько обращался к ним, нас когда топило, я сразу звоню туда или сам иду. У нас по одной улице, это можно, иду. Они приходят сразу. Было у меня с электрикой много случаев, горели у меня пакетики. Пришел, плохого ничего не скажу. Сразу мне дали электрику, пришел, мигом мне все сделал, все отлично. Претензий у меня к ним пока нет. Ну, мусор сейчас что у нас? У нас была мусорка рядом, сейчас ее убрали вообще. Но сейчас у нас ходит машина. Три дня она в понедельник, в среду, в пятницу. Вас устраивает? Устраивает. Удобно? Да. Ну, бывает в другой раз нет машины. Ну, там, ну, я лично сам про себя скажу. Метров, ну, сколько? Триста. Там мусорка есть, настоящая, табаки, все. Мне не лень, я туда скоро внесу. Но в основном-то у нас прязок насчет этого. Мусора мне где нету. Так что. Мы пенсионеры. В первую очередь, что делаем? Квартира. Телефон. Все. А там уже куда хотим. В этот раз как-то перед Новым годом вывешили список на каждый подъезд. Я посмотрел, где там, где-то по 50 с лишним тысяч был. Ну, тариф, конечно, я не согласен. Хотя бы даже вот за свет. Ну, воду там, ладно, а-то воду как-нибудь еще. За свет. Вот по улице, значит, пойдешь, плати. В календарь заходишь, плати. И я лично на таком виде. Не знаю, кто-то как. Вот. Я считаю свой долг. Мне положено. Мне принесли квитанцию. Я знаю, что мне надо платить. Я иду платить. Кто там не платит, кто не платит. Меня так... Вот. Ну, конечно, кто-то не платит, может сейчас раскидывать на нас. Вот даже это электричество. Вот будут. Вот тут я не согласен, конечно. Кто-то не платит, я буду за них платить. А так-то я лично не против. Ну, у нас раньше было ЭКМО какое-то было, да. Там вообще барахло было такое, что там страшно было, что творилось. Нас толкали, толкали с одного места на другое, потом... Ну, а сейчас чистый дом у нас сколько? Да лет, наверное, 7, наверное, если. А может, ну да, где-то, ну, лет 7 больше даже. Меня лично устраивает. Я доволен. Вот у нас осенью как-то была уборка территории. Так вот, диспетчер, я ее все забываю звать. Вот. Так она сама, сама, с мужиками, с их рабочими, убирала вокруг дома, ходила. Знаете, даже приятно было, что диспетчер их пошла работать, помогать. Вот я сколько-то к ним обращался. Нас топило первый подъезд у нас, как раз на первом этаже топило. В любое время позвоню, приду, всегда придут, всегда делаю. Не было, чтобы ни отказов, ни там, вот, завтра сегодня нет, завтра печка придет, этого не было. Своим чистым домом я доволен. Оказались среди респондентов и понимающие люди, которые оценивают работу своей управляющей компании не в идеале, а в соответствии с общей ситуацией. То есть, отталкиваясь от ее возможности сделать все, что от нее зависит. У нас управляющая компания чистый дом с твердым знаком. У них были вопросы финансовые крутые, плохие. Мы в этом отношении не изменили свою, так сказать, вывеску с простого дома на с твердым знаком. Ну, сейчас как могут справляться. В общем, вопросов больших нет. Я бы сказал, основной вопрос – это неразбериха идет чехарда, прям, скажем, между государственным управлением, управляющими компаниями. Значит, ну, в какой части? В части, что, значит, не обеспечен контроль за, как работают управляющие компании со стороны, так сказать, государства. Ну, или регионального, так сказать, государства. И поставщиками энергетики самой, значит, тепло и так далее. И в итоге, конечно, те не платят, значит, управляющие компании то, что мы оплачиваем, значит. Те добеждаются, безусловно, не постоянно. Идет скандал постоянно. Что касается, значит, расчетов, значит, между нами, ну, как бы у нас там все нормально. Хотя, в общем-то, организация на уровне, как были, так мы и остались, значит. Хотя они многие вещи привели в порядок. В части, значит, трубопроводы, значит, канализацию, все возможные. Ну, бегают, как могут. Конечно, оборудование у них слабенькое, денег, ясно, недостаточно, значит, зарплаты низкие. Ну, а при низкой зарплаты кто будет хорошо работать? Конечно, никто. Ну, вот отсюда, собственно говоря. Ну, первый, в самый взгляд, основной, конечно, это вот наведение документальной базы, значит. Законодательной базы, значит, государственные управляющие компании, управляющие компании, поставщики. Если будет здесь все нормально, то, наверное, будет все нормально. Ну, в целом-то, конечно, наверное, вот что касается неуплаты, у нас объявлений нет. Надо, ну, то есть у нас оплачивают, как бы стараются все оплачивать. Поэтому, как, значит, не оплатишь сегодня, завтра проблемы будут, значит, ну, и стараются оплачивать. Собственно говоря, особых претензий нет. Недовольства у нас были, конечно, мы и судились, значит, и они нам должны остались, очень большие суммы. Значит, ну, даже в этом отношении, значит, какая большая сумма, следственные органы говорят, какая небольшая сумма для вас? Тысячи, так это же небольшая сумма. А десять тысяч, ну, наверное, тоже небольшая сумма. Поэтому эти вещи в свое время, значит, ну, они задолжали, ну, наши управляющие компании, значит, нерасчеты были. Ну, в итоге мы им долг простили, значит, и живем мирно. Ну, миримся. Как будет дальше, там уже понятно будет. Единственное, что вот навели порядок, это мусорная система. Мусорные бачки убирает хорошо. Прям проблем нет, значит. Этого, так сказать, штата, который обеспечивает уборку достаточно, значит, они это стараются. Ну, что касается подъезда, вы знаете, какие сами. Значит, они только уберут, покрасят, значит, сегодня-завтра уже там наклейка висит или еще какая-нибудь гадость. Ясно, что, значит, мы сами здесь недостаточно себя достойно ведем. Ну, а сюда и управляющие компании, они же из нашей среды. И поэтому, значит, ругаются они, ругаемся мы, ну, а в целом-то, веримся. Ну, тарифы, вы знаете, уже начинают руки трястись, значит, у пенсионеров, что тарифы на ясных. Конечно, тариф кого устраивает, значит. Ясно, что они подпрыгнули настолько. Ну, мы еще не очень ощутили, может быть, их пока, значит, не ощутили. Не то, что там вот одноэтажные дома, которые там двухквартирные, трехквартирные. Ну, конечно, ну, поднялась, ясно, что больше, чем они на 15 говорили, значит, ну, судя прессу, читая, мы говорим, что, товарищи, вы должны за все платить. Ну, будем платить, раз говорят. А вот учет сам, сколько надо, сколько по тарифу, сколько, вы знаете, разбираться, насколько там все сложно, запутанно, они все непрозрачно. По тем работам, которые они делают, касается обслуживания здесь, значит, ну, немного переплачиваем, немного, значит, ну, сколько они делают, столько они и берут, грубо говоря, столько мы и платим. У них проблема одна, побольше взять, наша задача другая и не платить. Так что, значит, ну, или платить за те, сколько нам, как нам делают. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки получше будет, мы все надеемся на лучшее. Ну, и пусть управляющая компания, значит, организация, конечно, ну, как вам сказать, они стараются организовывать, но штат-то тоже маленький. Значит, все, чтобы организовать достойно, надо иметь хорошее оборудование и хороших специалистов, а все же мы пока примитивно делаем, поэтому, значит, эти проблемы как были, значит, работаем, работаем немного, а получать охота всем хорошо. Ну, этот, значит, лозунг, наверное, у них сохранился, его никуда не делся, значит, дай бог, чтобы он немножко менялся у них, ну, и мы будем меняться. Так что, управляющей компанией, я, кстати, скажу, значит, мы с ней не скандали, значит, они с нами, ясно, тоже, значит, ну, у них свои подковерные, значит, работы, значит, а нам-то, собственно, скрывать нечего, у нас убирают хорошо, воду подают, значит, а так-то нормально. В принципе, считаем, что, значит, на том уровне по обслуживанию, сколько они сейчас берут, значит, ну, их не зарплаты, наверное, этого, наверное, где-то близко находимся. Хотя претензии, конечно, и с нашей стороны, их все не осветить, будем говорить, и с их стороны жалобы есть в части жильцов, в части поставщиков, кстати, энергоресурсов. Ну, здесь вопросы, как были, видимо, так и остались. Ну, решаются. Если они на региональном уровне государства не решены, то здесь мы его, наверное, сейчас все треники решаем. Ну, а напоследок каждый выразил свои предложения и пожелания управляющим компаниям. За порядком, чтобы следили, наводили порядок, почаще с людьми встречались. Надо разобраться с общедомовыми. Хорошо разобраться. Так, по-честному. Потому что, видите, многие компании насчитали, там, на эти площади всякие разобрали. Надо по закону, какие там положены сейчас. В общем-то, у нас это только лестничные клетки. И, в общем-то, почти все. А то они не чердаки там, и даже территории, все туда, это площадь, и по нормативам. Ну, как бы. Вот это пожелание одно, чтобы по общедомовым разобрались, чтобы как положено по закону. Желание добросовестно работать просто нормально, не завышать цены от себя. Должны быть они узаконены как-то, и мы должны оплачивать их законные цены за услуги, мы обязаны платить. А кто не платит, конечно, это неправильно. Ну, желаю чего я, конечно, чтобы дальше шло хорошо. Ну, а в целом, пожелать им лучше в этом году, который будет.